в общем вот такой друзья видос получился возможно длинный возможно ни о чем ну это мой канал и поэтому грузить я буду на него все что пожелаю друзья всем привет с вами санек в общем закончил я практически закончил модернизацию своего токарного станка cgm 360 в частности это в прошлом видео я показывал это установка частотника и добавил ему тахометр на шпиндель вот сейчас показывает обороты шпинделя выставлена минималка минималка ну практически минималка и у нас есть обороты я думал у меня глаза лопнули оказывается просто вырубили свет вот света дает в общем тахометр установлен об этом более подробно ну как подробно просто снимал отдельными частями делился с мужиками в группе и такие куски они вот тудым-сюдым ляля-тополя там повторяются 1150 раз были некоторые моменты вот это устанавливал два дня пытался настроить там ой вообще же скач ну заставил все-таки работать так как надо сейчас это я нарисовал скотчем заклеил бумажным обычным малярным и написал свои цифры как какие должны примерно быть здесь потенциометр сейчас это все покажу как это работает почему я сюда вот камни они тем потенциометром есть он отвязан настроена на внешний потенциометр вот все работает все отключается в общем так как надо также доработал сам подбор он еще друзья не просто не просто так а впихнул кажется невпихуемая ночью там скрывать здесь перфорированная гастро емкость глубиной будем говорить она не продавались так она так называется перфорированная гастро емкость для пищевых каких-то там продуктов глубиной 2 сантиметра это же токарный станок 20 миллиметров пятьсот тридцать миллиметров триста двадцать пять миллиметров снизу еще одна гастро емкость друзья размеры вот так по периметру такие же только глубиной 100 миллиметров пришлось просверлить посредине отверстия в общем давайте все это покажу в этом видосе кому интересно смотрите его до конца синхрона никакого все как-то поэтапника поэтапника для чего это в общем поймете в общем поймете мужики всем привет съездил сейчас вазон забрал вот такие вот три чандалы гастро емкость 53 сантиметра длиной 32 с половиной шириной и 10 глубиной можно было взять и 15 глубиной и меньше там и 6 сантиметров но я взял 10 я думаю хватит и вот такая гастро емкость перфорированная глубиной два сантиметра взял у нее тоже размер 32 с половиной на пятьдесят три и двадцать миллиметров два сантиметра выше 0 вот нержавейка кстати магниты не магнитятся когда к ножницам магнитится нержавейка никак не хотят кстати вот еще забрал вал берез это зон это вал берез на 10 килоом где-то там вот это как раз таки частотника сделать дублюшку какую-то чтобы до частотника не бегать а вот здесь вот его в день врезать в нужном удобном месте короче монета дисплейчик поставлю должен на днях прийти тоже тахометр вот сюда и рядышком крутилочка но не в паре продавались просто там двести тридцать рублей за два штуки короче купил потому что доставка быстро три дня прошло и они у меня когда у китайцев на ждать месяц чтоб до кучи это все дело собрать уже вот эту всю электронику и вот это станок надо будет снять открутить болты снять а там как раз врезаться в ванну вот эту врезать самое главное а просверлить можно коронкой снизу не знаю может сразу просто короче не знаю ну врежу туда поддон на всякий случай чтоб уже его не теребонькать лишний раз уже не хочется потом тумбочки забился он еще тяжелее станет вот нержавеечка чем почему нет и стоит там недорого я не помню 1 800 рублей другая чуть меньше пришел дисплейчик но такой вот хочу его сейчас место будут лампочка стояла уже разметил вырезаться и врезать вот сюда чтоб показывал обороты ну и где нибудь я не знаю где будет удобно то наверно может даже снизу крутилочку здесь или дисплейчик чуть ниже не надо вот эту кого это чтоб она вырезалась иначе она будет торчать дыда дырочку дырочку а может вот здесь в крышку поставить тут места хватает ну это чего у меня к или вот тут короче это разберемся это не столь важно он по размеру такой же как и вот этот ну цифры здесь значительно крупнее чем вот здесь не знаю почему датчик блин огромный он просто просто огромен датчиком размером не знаю толщина толщина мизинца магнит еще к нему вот такой здоровенький но плоский на 220 вольт вот сюда в синюю подключается 220 вот эти три провода вот сюда ну колодка там лежит фишка точнее могли бы сразу фишку сюда не знаю почему сделали вот так что надо их соединять по цветам понятное дело и все и вот это будет место лампочки то есть если вот это горит значит станок включен в сеть если не горит значит выключен врезал вот так вот в дисплейчик стал вообще четко потенциометр вот сюда ничему не мешает почему здесь внизу не стал потому что постоянно что-то лежит как ключи какие-нибудь эти наборки кстати вот так сделать чтобы сюда ничего не вывалилась вот эти вот постоянно они где-то здесь лежат я не знаю может прям к ящику прикручу такую полку а здесь нарежу в плите тоже и или в плите прикручу такой бортик из металла может сюда даже заверну не знаю на маленькие шурупчанские а сюда коврик резиновый или ящик какой-нибудь такой низко с низким бортом вложить вот эти вещи все пока еще не подключил 2 подключил сейчас перенастроил его тут поэтому самому так как надо там третий пункт поставил внешний потенциометр плюс его тоже надо настроить нижний предел верхний предел все теперь работает этот перестал работать после изменения настроек также не работают вот эти кнопки потому что все завязано сюда сюда туда и вот теперь вот тем только будет это такой тестовый пробный вариант чудо не пойму я мерцает это на камеру на самом деле она не мерцает уже и напрямую и убрал оттуда нифига что не этот самый вручную магнит вот капроновая такая в этот магнит вот лампочка когда приближается магнит значит пойду по хребтяки вижу кому-то то но он загорается то есть тут его на ночью правильной стороной поставить и когда возвращаешь просто даже вот так вот ли бумагнит проходил туда-сюда показывает обороты можно повращать вот так вот ну когда включаешь такое ощущение что наводку дают вот этот вот и он вообще не работает никак никак не хочет работать любую скорость ставь а вручную работает твари кусок что такое не везет и как с этим бороться короче проверил сам датчик вот на примагнитил просто подержал на каком-то расстоянии показывает вообще адекватней шим образом все цифры плавно ускоряю замедляю все и включаю станок и проверяю здесь же что-то он лежит все перестает показывать начинает бесить беситься там как у какие угодно показывая сто процентов идет какая-то наводка от вот той фигни либо движка вот как-то так либо и в сети идет не знаю что за фигня как с этим бороться то есть включенным станком не работает без включенного станка работает что за фигня но сейчас попробую вообще убрать туда подальше включить станок и посмотреть если еще и там будет значить пляшет в сети какой-то идет этот наводка на проводку проверим вот здесь уже убрал от станка сам датчик вот эту всю приблуду на шуруповертке также и включил станок и он здесь показывает обороты вот этого шуруповерт вон там ложишь не показывая какой-то идет непонятный непонятная какая-то фигня капец хотел как лучше получается как всегда вот шуруповерт там стоит этот вообще просто отсюда поднес провод от этих убрал проводов просто включаю и он там что хочет показывать сам на магнит вот взял поехал купил этот муфту для пайки труб 32 проточил ее так чтоб она плотно сюда залезла вот когда вставляешь она упирается в этот вот туда она не вываливается ничего и магнит становится напротив датчика сторону не сдвигается плюс он примагничивается еще к трубе чтобы достать это надо с одной стороны надавить другой стороны подковырнуть короче такое себе занятие и он кстати доработал только одной стороной все созорище конечно там блин надо можно подвинуть ближе и все не надо никаких этих самых никуда но не денется ничего по если когда-то вдруг чего-то придется засунуть достал вряд ли я доволен все теперь можно собирать 440 будет мужики всем привет да еще темно ну не дает мне покоя одна штука поставил этот тахометр сюда частотник дает помехи в сеть вот если все это дело подключить допустим в одну розетку и частотник и вот этот на 220 сейчас отключена при включении цифры начинают с ума сходить неправильно показывать но стоит только подключить частотник отдельно в одну розетку а вот этот в другую розетку и чем дальше они друг от друга находятся если допустим сюда подключить частотник а сюда вот она пошла линия а сюда вот этот тахометр он тоже скачет но его только стоит перенести чуть дальше в линию чуть дальше и все он перестает делать мозги и начинает нормально работать вот сюда вот хочу как-то в цепь я не знаю воткнуть его чтобы он фильтровал вот эти помехи помехи идут именно по проводам это я уже выяснил так мужики ну привет еще раз в общем поставил частотник вот сюда уложил тут провода косу вот так вот этот по идее должен был тоже подключаться сюда одна вилка должна была бы быть вот она питает блок питания на 24 вольта на лампочку и она же питает тахометр также вот по этому проводу она должна была питать частотник вот но при подключении вот этой всей схемы да вот от одного провода вот эта штука сходит с ума она сейчас сходит с ума если под и под ка я его отключил мужики и здесь и здесь от он отключенный вот сюда кинул просто провод вилку в одну розетку такая же песня тоже сходит с ума час кондиционер этот конденсатор этот отключенный сетевой фильтр здесь просто вот напрямую соединил так чтоб лишний раз винты не крутить и вот что происходит стоит 450 ну 440 оборотов должно показывать мерцает это на телефон на самом деле она не мерцает и вот он сходит с ума он показывает шо ему шо угодно только не то что надо вот так должно быть 440 441 вот идет помеха с этого час подключаю частотник через переноску переноска она пошла 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 и вот пришла вот в эту розетку пришла в эту розетку линия одна мужики вот она пошла там опустилась ну соответственно там розетка опустилась то есть увеличил длину вот эту мало того что вот здесь по проводу еще и вот там в разные розетки но уже как бы стабильненько показывает то что нужно все проблемы ушла значит что идет помеха помеха по сети сейчас вот подключаю в ближнюю розетку который вот одна вот другая вот так должно быть 440 примерно все обратно начинает глючить так мужики скину блин а как я его скинул когда он подключен капец я что то не туда а я так смело его чмак выдернул нифига себе так подключил 220 из этой косы не стало я хорошо что я не стал ее вчера разбирать убирать этот провод все теперь у меня идет частотник вот он провод который питается частотник ну здесь колодка такая тройник будем говорить четверник вот провод питания один сюда вошел он питается трансформатор вот он он же ну все оно как бы до кучи да он питает частотник и питает что тут еще вот этот тахометр тахометр подключил вот так вот то есть фильтр стоит перед самим тахометром чтобы помехи убирались будем так говорить я его еще закреплю там термоусадочку поставлю но это так чистое испытание вчера глюки были к какие все здесь провод датчик так просверлил кусок резинового шланга вот разрезал одел чтоб не перетерлась не перерезала ничего вот такие вот дела частотник закрепил на плите вместе со станком захочу переставить чтоб стенки не снимать да ну так и культур мультур все сейчас включаем смотрим должно быть где-то 440 ну все глюки ушли а всего-навсего нужен был сетевой фильтр проблема решилась потенциометр здесь поставил можно в принципе и с этого крутить потенциометра там в настройках поменять и управлять с той стороны должно быть 179 ну около того но это замеры я производил лазером вот здесь вот и тут тоже как смотря как поднести его ближе дальше тоже показания меняются поэтому не знаю все здесь приблизительно так же как и вона вот здесь 107 все перестала глючить обороты показывает плавно у него там какие-то там 0,3 секунды или 3 секунды там или что-то такое обновление там не поймешь на реверс на реверс сейчас реверс в обратную сторону работает это кнопка на удержание на проверну работает стоп также работает отключает все если вот там включено здесь снять запускается все слава богу блин капец намучился два дня я пытаюсь его засинхронить на станке вот нашел еще один сетевой фильтр со стиралки ну примерно такой же вот только открытого типа вот эти и вот эти парные запараллели на как-то то есть схема где-то была вот она схема в принципе то же самое только этот весь герметичный спрятанный здесь вот такая вот катушенция в принципе то же самое как вариант можно его еще от помех использовать нет ведь стружка сюда снаружи никак не попадет абсолютно никак тут не откуда ей взяться внутри да вряд ли давай насыпем чё нам жалко что вот так сейчас магнитик вниз и вот так вот я прямо вот эта вот стружка мелкая так магнит снизу а теперь смотрим он ничего не остается абсолютно он слабенький он слабенький магнит он как бы магнит но он не такой как как допустим даже вот этот маленький он магнитит но он такой слаботочный какой-то вот и работает только с одной стороны если его перевернуть датчик не срабатывает разворачиваешь тогда датчик срабатывает так что вообще за это не переживаю главное что все получилось просто ну вот как то так вырезал короче в поддоне кусок с этими дырками одна тут затесалась ну ничего она как раз разметил так и вот эту гастроемкость так называемую вот сюда буду садить наклепки там табуретка подпружиненная чуть приподнял подсунул по высоте отрегулирован она мягенькая вот она и прижала ну и не сильно задавила то есть так как надо очень удобно было выставить сначала отметил потом снял просверлил и высверлил коронкой на 50 станком конечно сверлится она нержавейка капец даже он спалил этот самый вообще можно сказать не 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 этот не сверлится но кое-как выбурил это под вот это под сифон встанет сейчас примерил наклепки но не на все так частично сейчас снимаю герметиком промажу по кругу это тоже буду садить на не на резинку на герметик потоньше было здесь а с той стороны резинка и все и получается хороший такой для мусора не да и не только для мусора ну пока нету жидкости этой как она называется СОЖ ну вот под опилки пойдет там ведро поставлю снизу крупные я буду выбирать а мелкие туда можно магнитом собрать будет это не ржавейка она не магнитится стружка магнитится ну не вся конечно алюминия не магнитится понятное дело и все хороший получается такой резервуар чик ну а чё почему бы и нет я не знаю вот это будет стоять не будет пока клепки она становится отлично клепки пока мешают но она будет и перекрывать и клепки сейчас сейчас их повыдергиваю поснимал клепки все равно сейчас герметикам мазать вот таким вот образом будет становиться еще вот этот поддончик сюда крупняк туда мелочь ну может быть вот сюда прикручу снизу мелкую мелкую сетку так чтобы еще и мелочь не пропускала короче это для сош а там посмотрим пока так можно было купить не перфорированный а такой же только вот целиком был бы как крышка да то есть чтобы туда ничего не сыпалась вот так ну короче нормально здесь практически вплотничок никуда она не сдвинется не денется ничего не произойдет это я не знаю это не шестерка и не восьмерка семерка наверное ну пойдет ядрить у нас ветрило парник разорвало бедолага ну такие дела блин белого герметика нету красный есть можно силиконом в принципе пройтись не герметиком пройдусь силикон что старый не совсем такой какой нам надо ехать покупать не хочу все все намазал сейчас надо вот так по краюшку очень очень так тоненько да больше не надо что выдавится потом просто протру с этой стороны да и все с той стороны меня снизу меньше всего интересует теперь надо аккуратно аккуратно как то его очень аккуратно поставить блин и помочь некому ну ладно разберусь ну все приклепано на герметике протер уже ну по крайней мере как смог протер здесь оставил поставил вот эту штуку но ее на герметик не садил там снизу резинка ее достаточно будет вот может придется когда-то снимать что там ее снимать винт открутил да и все никаких проблем может быть ну не знаю все легкий перекрывает намного стало как-то симпатичнее что ли я не знаю да казалось бы вот но обычно кухонный инвентарь отсюда его не видно абсолютно никак ну можно было взять и глубже ну а куда еще глубже нормально пойдет может когда-то придется выгребать так чтоб не тянуть достаточно теперь ставлю станок на место и ставлю станок на место вот на место на место как-то так все станок прикручен ровненько как надо ну здесь сдвинут почему потому что крепление так просверлено были а здесь вообще четко выставил что и так что так и получается вот такая вот красотень дальше уже нет возможности ближе тоже нет возможности потому что стоит вот эта боковина она вплотную в общем там где надо что там рассказывать вот и туда здесь затечет снизу я думаю беспрепятственно полная полный поддон набираться теперь не будет все будет сходить туда вот такие вот дела друзья плюс нержавейка я думаю ничего с ней не произойдет как-то так в общем вот такой друзья видос получился возможно длинный возможно ни о чем ну это мой канал и поэтому грузить я буду на него все что пожелаю нужным вот как-то так ладно всем пока с вами был Санек скоро будем точить барабаны что не все 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 все